Праздник очень сильный праздник, поэтому это не какое-то священное действие, а это очень живой и радостный момент. Хорошо. Теперь у нас все официально, есть микрофон. Ну что, шаббат шалом, господа. Шаббат шалом. Я очень благодарен, что вы меня пригласили. Надеюсь, что будет всем интересно и полезно. Я для начала хотел просто задать вопрос, так, по-честному. Кто из вас уже как-то соблюдает шаббат или когда-то соблюдал, или имеет какой-то опыт? Я не могу. Окей. Один человек. А кто из вас не соблюдает, но было бы интересно и не знаете, с чего начать? Совсем интересно. А кто из вас не знает, зачем это вообще нужно и не очень хочет? Только честно. Окей. Сейчас я дома остаюсь, я чувствую. На самом деле, шаббат в нашей культуре, ввиду в том, что мы все из СССР, мы все в этом не росли, мы толком не знаем, для чего это делается, и у нас возникает восприятие такое. Вот мы смотрим, скажем, на аквальциальных евреях, и у нас шаббат ассоциируется только с какими-то запретами. Какой-то миллион запретов, вот сюда не суйся, это не сделай, свежие не зажки, и так далее. На самом деле, в еврейской традиции взгляды эти вещи прямо как и положено. Шаббат воспринимается как самый дорогой дар, самый дорогой подарок, который всемышно толкнуло человечество. И вот я сейчас попробую, чтобы мы за сегодняшний вечер не только узнали, но и почувствовали. И все вещи, которые мы делаем, вот есть, в общем-то, два подхода. Есть подход, как бы, делай, и вот так, как традиция заведена, вот так и делай, и я особенно не задаю вопросы. У меня такой подход никогда не был близок, для меня всегда очень важно понять не что делать и как делать, а в первую очередь зачем я это делаю, зачем вся эта символика, зачем свечи, зачем халатом, зачем сок и так далее. На самом деле, все эти вещи, они являются символами каких-то очень глубинных вещей, которые затрагивают абсолютно любого человека. В еврейской традиции, наверное, уже с генетической памятью в еврееве, ну, в еврейках очень глубоко сидят, но я думаю, что даже для неевреев это колоссальное количество вещей дают. Это именно полный голос. Начать с того, вот мы сегодня будем какие-то молитвы традиционные читать. Как вы думаете, какое место из Писания читается на Шаббат? Какое место из Писания, из Библии, читается на Шаббат? Вот в начале Шаббата. Не знаю, точка на деле. Ну, это благословение. Благословение, но вот именно отрывок из Писания тоже читается, небольшой. Ну, ну, Псалмы. Не, я думаю, что... Псалмы тоже читаются. А что еще? Да, но это благословение. А вот именно отрывок из Писания. Паруха да, Адоная. Да. Где там? Это на самом деле не те, это традиционное благословение, это не Гюблейское. Я знаю, когда свечи загорают, читают молитвы. Да, это молитва. А есть еще один отрывочек, который мы сегодня с вами будем читать. И отрывочек этот не связан там с заповедью Шаббата, не связан там с повелением отмечать. А связан он, он находится в самом начале нашей Библии, в книге Битве. Второй главе? Когда Господь завершил создание мира. И на шестой день он закончил всю эту работу по созданию мира. И он, как сказано, почил, отдохнул. И возникает вопрос, что он вообще седьмой день делал? Он что, с книжкой на диван завалился или, я не знаю, телевизор включил? Вот не было видео-телевизора. А телевизор, кстати, он не создал в шесть дней. Интересно. В шесть дней он работал, но седьмой отдыхал. Да. Зачем Богу отдых? Вот это прообраз нашей, то, что мы должны делать в своей жизни. Вот здесь еще и важная идея. Мы воспринимаем Шаббат как вот день отдыха. И, кстати, в русском языке слово праздник, он имеет очень такое сомнительное происхождение. Что такое праздник? Праздник это день праздности. Это праздный день. Это день, когда мы ничего не делаем. В иврите, и, кстати, в английском тоже, это идея holiday. Сготовьи. Это не день, когда мы ничего не делаем, а это день святости. Это день, когда мы отрываемся от нашей рутины, от наших постоянных забот, которые у нас заполнены, у нас вся голова и все дни бытовые. От всей суеты. Причем не только физически отрываемся, а стараемся не думать о заботе. И заняться какими-то совершенно другими вещами, которые с нами останутся в вечности. Которые не имеют конкретного физического сейчас применения, может быть. Хотя тоже имеют. Но зато, которые имеют значение вечности с нами. И поэтому еврейская традиция смотрит на это очень интересно. Мы Иврюшний даровал отдых, вы должны там броситься на диван и вытянуть ножки. На самом деле, еврейская традиция смотрится прямо как актуальность. Все эти шесть дней нам даны для того, чтобы создать возможность для нас делать что-то очень важное в шабахе. То есть все эти шесть дней мы существуем для того, чтобы создать нам какую-то базу материальную. Чтобы в шабах мы сделали то самое главное, ради чего мы предназначены. А что же это самое главное? Есть один консервативный орган, который мне открыл глаза просто колоссально на эту тему. И вообще в мессианском движении очень многие люди с впечатлением его книги. Она так называется. Шабак, я вам кому-нибудь из вас дам свою язык. Она есть в русском переводе. Сейчас. Да, вот ребенок только посчитал. Он говорит очень интересные вещи. Мы все, что мы делаем в этом мире, мы делаем в физическом мире, в пространстве. Мы творцы, мы подражаем Всевышнему. Это пока как халла мы еще не кушаем. Мы сначала помолимся, поговорим, а потом будем кушать. Это уже знает. Выдерживает халла с трудом, но выдерживает. Мы строим в пространстве. Шабак это строительство во времени. Это когда мы отрешаемся от пространства на мышление. И начинаем строить влечность. И строим какие-то духовные вещи. Строим в первую очередь себя. Строим из себя таких, какие в состоянии будут существовать в Всевышнем Влечность. То есть из вот этих вот там замученных бытом людей, мы превращаемся там вот в какое-то подобие ангелов, которые в состоянии будут присутствовать в Богоху всю Вечность существовать. И шаббат, мы когда говорили с Юрой в прошлый раз, я вспомнил тоже интересную идею, что даже вы говорите, слово шаббат, оно выпадает как бы из общего варианта. Вы говорите, нет названий дней. Они называются просто первый день, второй день, третий день и так далее. Так до шестого. А потом идет Юр-Шаббат. То есть день покоя. То есть он даже по названию, он принципиально отличается от всех национальных дней. Это какой-то кусочек, какая-то форточка, которую мы в состоянии приоткрыть. Сейчас мы будем ехать. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы приоткрываем какую-то форточку в состоянии загадуть во Вселенной, в Вечность. Как оно будет вообще работать тогда, когда мы будем со Всевышним, без границ, без преград, без каких-то разделительных вещей, которые у нас сейчас есть. Наши грехи, наши неправильные какие-то установки в голове. Наша ограниченность физическая, в отличие от его неограниченности во времени и пространства и так далее. И вот нас со Всевышним ничего не будет разделять. Вот Хаббат. Шаббат это такая возможность редкая. Посмотреть на этот составный бог. Теперь как это делается? В еврейской традиции есть какие-то определенные ритурлы, которые связаны со встречей и с проводами Шаббата для того, чтобы разделить. Вы знаете, что, наверное, в еврейском календаре день начинается с захора Солнца. И продолжается, естественно, до следующего захора Солнца. Поэтому в начале дня Шаббата и в самом конце дня Шаббата мы делаем какие-то вещи, чтобы четко отделить. Это у нас будет будничная, а вот здесь вот у нас начинается святое. Здесь у нас совершенно какое-то новое существование начинается. И поэтому в самом начале, еще до наступления темноты, до захора Солнца, женщины, что интересно, во всех еврейских домах зажигают святое. Продинационно две, во многих общинах есть традиция зажигать еще третью или четвертую, сколько нужно, по количеству детей. Я даже не знал, что мы вот видели. Да, это вот как раз точно попали. Я просто для красоты зажигал три, думаю, ну как раз три красиво. Почему две базовые числа? И почему, кстати, берутся две халы как минимум? Вы, наверное, помните, что когда Господь хранил евреев в пустыне, они каждый день собирались в прае маму, которая выпадала с неба. И за счет этого жили там 40 лет. В пятницу выпадало вдвое больше. В субботу не выпадало вообще. Вот. И в пятницу они должны были собрать такое количество, для того, чтобы они... И им хватало на два дня. И вот эти вот две халы, это как раз воспоминание о тех днях. И это символ совершенно удивительный. Это символ того, что Господь дает нам больше, чем нам дать им. Господь воспоминяет не только наши дни, а Господь дает нам изобилие. И вот это очень красивый символ. Почему вино используется или виноградный сок, любой продукт. Виноград. Виноград всегда в еврейской традиции окажется с изобилием, с благостроением. Виноградный сок, в принципе, вино, это не является каким-то продуктом первой необходимости. Без него человек в состоянии не прожить. То есть, когда у человека есть еще и виноград на столе, или вино, или сок, это значит, что у него есть уже все остальное. И плюс Господь его бодославил еще этим. И это всегда вот это вот символ. При изобилии. И Господь плакал. Ну хорошо, давайте, наверное, в практической части. Переводим микрофон? А? Переводим микрофон может? Да нет, почему нет. Да, еще, наверное, последнюю вещь я хотел сказать. Что празднование Шаббата, оно разделяется, наверное, начало Шаббата. Разделяется на две части. Первая проходит в общение, в синагоге, в данном случае церкви. Вторая — дом. И они немножко отличаются по своему стилю. В общине мы можем говорить те вещи, которые мы не в состоянии сказать об этом. В общине мы соединяемся с верующими, присутствующими в общине. И мы в этот момент объединяемся со всеми верующими, которые в этот же момент произносят первые слова. То есть мы становимся частью вот этого колоссального единства всех людей, которые славят Бога. Более того, это не только вот в пространстве, опять же, это не только в данный момент, а это еще во времени. Мы становимся частью вот этой вот цепи, которая из поколения в поколение передавала это вот знание Бога, это любовь Бога, это стремление Бога, которое в принципе передалось вот тысячи лет. Ведь история исхода, которую мы читаем, это 3200 лет от нас отстает. И за вот эти 3200 лет мы не утеряли этого, а наоборот усилили. Вторая сейчас происходит дома. И я надеюсь, что вот через то, что мы сегодня знаем, вы рано или поздно начнете делать у себя дома. Потому что от шабата это праздник очень-очень домашний. Это праздник, когда говорится в Библии, в помните, наверное, научи сценарей своих, это значит, научи детей своих. Вот эта вот фраза вообще ключевая, а в еврейской традиции. Там практически все, что вы делаете, вы делаете как бы вот как учение для детей. Вы наставляете своих детей, вы наставляете своих домочадцев, мужчина наставляет весь свой дом, в правильном поведении перед перед собой. Поэтому рано или поздно как бы перенесите это в свои домочадки. Я пропущу практически всю ту часть, наверное, которую сегодня, мы начнем, наверное, поменьше. Я пропущу ту часть, которая делается в синагогах. Я сделаю ту часть, которая делается дома. Начинаем мы с одной очень-очень старой песни, вернее, текст в ней очень-очень старой, а мелодии есть очень разные, но самая традиционная, самая известная мелодия, она, в принципе, довольно недавняя. Она всего лет 70, может быть. Сейчас медленка, кстати, будет помогать ей петь. Если вы знаете, так присоединяйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне нравится больше всего. Ер, может быть, вы прочитаете по-русски эту часть? Я, кстати, недавно, первый раз за 13 лет, я увидел в этом местописании одну часть. Это 31 глава с 10 стиха. Здесь идет... Вы помните, как начинается эта стиха? Нет, в смысле? 31, 31. Кто найдет добродетельную жену? Она обращает мать к своему сыну. Тут вопрос вообще. Кто найдет добродетельную жену? Здесь вопрос. Кто найдет? Так вот, если ты нашел уже, то ты должен ее ценить. Потому что если у тебя уже есть жена, то цена ее выше жемчуга. Уверенно в ней сердце мужа ее. И он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей добывает шерсть и лен. И с охотой работает руками своей. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем. И урочная служанкам свою. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретеном. Длань свою она открывает бедному. И руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур, одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает. И поясы доставляет к купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее. И весело смотрит она на будущее. Уста свои открывают с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж не хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Милобидность обманчива и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от водорук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Аминь. Да, я прочел даже первую часть. Она в принципе поется именно первая часть. Первая там несколько стихов. А читать можно все? Это как? Он хочет покушать. Сколько можно говорить? Я уже хочу покушать. Я поэтому сразу предупредил, что праздник очень веселый. Детка нам нужно создавать. Да, пожалуйста. Что следующее делать? Вот мы благословили жену. Кто у нас еще есть? Динка. Давай, не высказывай. Давай. Могу чипну. Благословляются дети, которые выдержали весь этот тяжелый период. Им до сих пор не дают халла, когда папа все говорит и говорит. Они заслуживают благословения. Не только поэтому, конечно, а потому что это действительно податки. И читается благословение. Я прочитал на ибрите, и там по-русски. А где это на фаске? Это просто традиционное благословение. Я вам потом дам вот такую книжечку. Он для специальных занес. Для кого читается это? Для детей? Для детей. Сейчас для детей. Причем оно немножко отличается... Да, сейчас мы уже почти дошли до ключевого момента. Отец семейства считает благословения на каждого из своих детей. На мальчиков и на девочек они немножко отличаются. Я прочитаю сейчас на девочек, а потом я покажу. И он вам это читает. На мальчиков. На мальчиков. Спасибо, мальчики. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Да уподобит тебя Бог Саре, Ирибке, Аракеле и Лея. И будь благословит тебя Господь и охранит тебя. Да оцарит тебя Господь и окажет тебе милость. Да обратит тебя Господь лиц свой и пошлет тебе мир. Вы знаете, что вторая вот эта вот часть, которую я прочел, она взята из Писания. Это то место, те слова, которым в свою очередь напоминал Аарону и Юра Смольям. Благословайтесь. Здесь, 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 здесь. А потом я передаю эстафет Юре. Так. От мальчиков начинается вот здесь вот, вот здесь, продолжается опять вот. То есть туда-сюда оно. Ну вот раз внутрь, потому что там. Окей. Задор наперед. Ага. Где начинается? Это у вас задом. Откуда начинаешь? Слева направо, пожалуйста. Слева направо. Благословения детей, да? Это по-русски что ли? Вы можете по-русски просто. Да, садись, я буду тебя затянулись. Олежка, бери Макса, ну лис. А? Не, ты бери Макса, бери Малис. Будем тренироваться. Иди, иди к папе. Он сейчас придет к тебе. Так. Очень важная штука, потому что... Тема, иди ко мне садись, я буду как крестный папа твой. А что важно, чтобы наши дети, мы росли в благословении. Да? Это мужчина, да? Благословение обычно мужчина делает, если в данный момент нет мужчины, или вообще нет мужчины. Да уподобит тебя Бог Аврааму и монаши. Как только правило, монаши. А, монаши. Где наши? Да благословит тебя Господь и охранит тебя. Да озарит тебя Господь и окажет тебе мир. Да обратит тебе Господь лик свой и пошлет тебе мир. Аминь. Кстати говоря, обратите внимание, что да уподобит тебя Бог Аврааму и монаши. Почему именно Аврааму и монаши? Там же были другие братья, в принципе, в конце концов. Да. Так и думай. Не так сложно. Был же сначала Исаак, Исаак, Исаак. Потом, потом Иаков и Исаак. А мы, потом было 12 братьев. И только потом уже, значит, Эфраем и монаши. Эфраем и монаши. Почему именно Эфраем и монаши? Девять. Потому что это были первые два брата, которые не боевали. Не знаю. Потому что дружные были. Они не враждовали между собой. Так, сейчас мы полосали. Так, давайте возьмем стаканчики. А чьи это были сыновья? Это были сыновья Иосифа. Причем там интересно, там они сыновья Иосифа, но Иаков фактически их усыновляет. Они становятся фактически формально сыновьями своего деда Иакова. Почему это важно? Потому что они получают долю среди всех остальных детей Иакова. То есть это, которого в род был, среди которого он стал терем? Да. Для тех из нас, что в Библии вошли. Да, да. Именно тот самый. Это все должна делать женщина. Я не пробовал. Поставь. 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 А, ну девочка, дедушка, ты не раз, не еще. Совсем чуть-чуть, я разгаду. А, есть чуть-чуть? Да, есть. Что здесь? Да. крик в честь в 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 Как это происходит на заряне, который вообще взял бы на... Да, они давали обед на какой-то период времени. Да, они не употребляли обед. Длина вообще. Динократная. Вот поскольку наливает? По половине. Сколько она будет? Как вы наливает вообще? В поладе есть полтора. А чем-чем? А там, поладе есть полтора. Да, да. Да, да. Да, да. Кстати, тоже интересная традиция. Мы сейчас... Наверное, не стоит это делать. На такой сцене ответ. Но вообще, и в начале шабата, и конце шабата, хотя бы одну чашу, ту чашу, которую выделяют отец самец, наливают так, чтобы она чуть-чуть даже переливалась. Я даже ставил на специальную такую блюдечку. И делают так, чтобы она переливалась. И это опять же такие символы забили. Седьмого благословения Диного. Да. 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 А можно просто читать? Да. А почему поется? А? Поется, ну, во-первых, потому что музыка вообще имеет вот такое свойство, оно создает атмосферу. Музыка создает определенный настрой, чего не создашь вообще ничем, ни словами, ни правильными объяснями. Оно затрагивает какие-то струны души, которые очень глубокие, которые ничем не объяснят. Вот. Поэтому в каждой культуре, собственно, в православии почему песнопение там, почему? Оно, оно, все древние культуры это чувствовали, что вот музыкой можно достичь тех вещей, которые просто рационально мы не достигли. Я не рискинула. Читаю библию, конечно. Да. Почему был, фактически, создан целый класс в Израиле левитов, которые, фактически, в основном теми занимались, что они служили народу музыки. Да. Служили Господу. Ну, наконец, мы... у нас соль есть? Соль? Да. Мне говорили, ну ладно. А, принести что надо соль? Если есть соль поблизости. Боисмоте есть. Да. И тарелочки, да? Только не обязательно. Правильная соль. И тарелочки, да? Там баночка, там стоит соль, но это не соль. И, ну, тарелочки есть. Возьму на ванну. А пока можете вопрос отгибать. Да. Насчет соли я просто два слова скажу, почему соль. Используется в Харыч. Я, кстати, не знаю. В русской традиции с хлебом с солью встречали. Я не знаю. Это профессиональное время. Почему это делают в евреи, что они все могут сказать. Вообще, в еврейской традиции есть очень интересный обличий. Очень странный был. В любом праздновании, в любой радости, в любом самом большом празднике обязательно есть какой-то маленький элемент горечи. Какой-то маленький элемент траура, печали. Даже вот вы, наверное, многие видели в еврейской свадьбе. Есть там ключевой момент, когда жених кладет в бокал и раздавливает его ногой. Да. Вы знаете, почему это такое? Соль — это символ точно того же. Это воспоминание о разрушении храма. В 70-м году нашей эры был разрушен второй храм, как Иисус и обещал, и пророчествовал от этого. Соль — для отдыхала конечно. Соль — чтобы осталось в 5-м году. Обязательно осуществлюсь. Видишь что у нас? Совершенно? Это получается через 35 лет. до того как он после его остатки только гость радости не оставит и вот это вот воспоминание вот этот вот маленький элемент в каждом празднике это напоминание нам то что мы сейчас в данный момент еще живем в неисправном мире мы еще живем в мире в котором Господь еще не восторженствовал как царь в полной мере и мы ожидаем того момента когда Господь восстановит своё блёс когда Господь восстановит своё царство когда Господь восстановит храм когда наконец мы сможем его служить в полной мере по этой же, кстати, причине в социальные евреи отбаваются всё чёрные именно по этой же причине Для того, чтобы напоминать каждый раз себе, что мы только стремимся к тому же моменту, когда Господь находит в улучшаренную цель. Может, мы ушли или это ломаем? Можно ломать. Мы дома ломаем во многих семьях. Можно, в принципе, и резать, только помню. Можно ломать. Есть традиция, или мужчина, или некоторых семьях, все члены семьи делают умовение рук. У нас есть мокрые салфетки, да? Замечательно. Не совсем то же самое, но... Мы можем... Ну, давай мокрые салфетки. Мы можем эти поставить. Руки мыть, либо там пять. Да. Это очень важный тоже отмечай. Причем это делается даже если у человека совершенно чистые руки, он только помыться. Даже наоборот, нужно обязательно помыть руки, и потом не делать едаем этот обряд, а делается совершенно отдельно. Почему это делается? Да. Если вы помните обряд, который произойдется в храме перед жертвоприношением, то сам коин священник, они должны были прежде, чем принести жертву, они должны были омыть руки, в некоторых случаях мы святел. В еврейском доме вот эта вот традиция служения Богу через встречу шаватов приравнивается к жертвоприношениям храма. То есть мы фактически продолжаем вот эту традицию, которую мы физически не можем вспомнить. Но мы сейчас воспоминанием и как бы ментальное какое-то привязку, мы становимся как священниками в своем доме. Вот. Поэтому на нас распространяются некоторые из тех требований, которые распространяются на священниках в храме. Поэтому, если есть... Есть, если можно расслабить. Тут достаточно. Я думаю, мы можем сделать... А какого вам надо, да? Можно только мне в некоторых домах делаем для всех. Пожелать. Вообще традиционно возливаю кухни на... Да, да, да. Вот, вот. 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 Читается благословение тоже. Второхата Адуна и Рогейнонер Ахнауна. Ашеркечану и Дове Святат Абрисиану Ааннисенат Едатай. Благодаря вам, что Господь Бог напитает вселенный заповедующий нам в этом. Кстати, наявите буквально даже не амуракивать, а поднимать его. Потому что священник после этого умения он должен был поднять руки и продемонстрировать. Я помню. И только с этими чистыми руками мы можем приступить к хлебу. Благослови Господь Бог наш, Царь Вселенной, произвестиший хлеб и землю. Теперь можно пословать, да? Кто хочет с изюмом, кто хочет из изюма. Давайте сначала с изюмом разломаем. А это без изюма, да? Это без изюма. Без изюмом или без изюмом? Да, без изюмом разломаем. Давайте возьмем соли и немножко насыпем на тарелочку, чтобы смакать соли. Да, да, да. Вот интересно было бы проследить откуда, может это как-то и связано. Так, так, я вообще там подавала. Так, Марина, тебе с изюмом? Нет, не без, пожалуйста. Так. Тема, тебе с изюмом? Я не хочу. Как не хочешь? Маленький кусочек. Маленький кусочек. Я не хочу. Ты можешь не кушать? Ты можешь просто попробовать? Маленький кусочек. Маленький кусочек. Вот, возьмите вот это. Да. Да. Так, тут еще один. Сок надо наливать, да? Да. Дальше, в принципе, идет просто ужин радостный. Если есть, тем закусить замечательно. Ага, в следующий раз надо сделать радостный ужин. Ага, в следующий раз надо сделать радостный ужин. Единственное требование, что на шаббат обычно готовится что-то, что мы не готовим. Да, иди сюда. Чтобы это было радостно, чтобы это было классно. Замечательно. Так, в следующую пятницу... Мы не знаем, что на шаббат готовится. Так, в следующую пятницу у нас кошерный повар. Все в кассе увольняем. Какая-то макатика. Которая ставится в бутылку, она стоит, да? А, этот самый... Чулон. Чулон. Макатика. Это весь хлеб, надо солить себе, да? А, ну, да. Не обязательно весь хлеб. Не обязательно весь хлеб. Да. Мама. Могите, чулон. Могите, чулон. Могите, чулон. Могите, чулон. Можете с ним? Соль. Очень. Вам сок еще наить? Вкусно. В днем ужина можно постать, если есть. Ну, мы просто не знали. Ну, да. Я почему-то не сказал, что нельзя кушать. даже перед шаббатом не запретила кушать ты ешь ничего все, шаббат должен быть колонжен шаббат не только не нельзя кушать шаббат обязательно нужно кушать шаббат это единственный день, который постится кост запрещен шаббат обычно на стол ставится да и вон там отличное мероприятие мы начали это замечательно ужин, а вообще нет, не ужин шаббат это история неплохое мероприятие начали перед ночной молитвой сделали шаббат, помолились, съели халу и пошли праздновать что вы на окне обычно читаете? что-либо очень часто делаем мы не делаем жалобы не делаем дома да, по домам, я понимаю мы будем делать в общине нам будет весело мы любители застоя теперь все у нас трапезы будут переносятся с воскресенья на катису можно и в воскресенье и в пять я тебе подал да видишь как мы еще не закончили теперь вопрос к примеру мы можем это делать не в пять, а в восемь, девять нет просто перед ночной молитвой безобразно единственное требование это чтобы перед началом перед заходом солнца зажать свечи а если не потухло до девяти часов? ничего страшного по скалерии то все ничего страшного то есть просто зажгли и они могут потухать? да, они могут потухать ну конечно приятно ну мы можем их зажечь, потушить и зажечь потом в девять по еврейской традиции почему вообще мы зажигаем свечи потому что в шаббат есть какие-то вещи, которые запрещено делать и Господь очень жестко наказал и наруга наказал и одна из этих вещей нельзя было разводить их нельзя было зажигать их поэтому в древности зажигались свечи не потому что это какой-то обряд потому что начинается шаббат а дальше уже нельзя будет зажигать их поэтому свечи брались большие которые будут зажигать обычно это были даже не свечи, а какие-нибудь масляные светильники которые достаточно были есть такие большие стеклянные разных цветов кстати по той же причине это уже более поздняя трактовка почему лифт нельзя вызывать? и машина, и нам ничего, да? дело в том что наши все лифты и машины они работают электричеством когда мы заводим машину в том что это просто двое искрое которое в принципе идеицы традиции это про традиционные родитка, что это тоже это тоже это тоже это но это распространение сейчас в разных направлениях идеицы это интерпретация это интерпретация библейской заповеди просто насколько это точная и правильная попытация посмотрим на которые сейчас мы будем это это каждая община решает на себя Давид если ты не можешь ты тоже пойдёте туда что что действительно очень важно все остальное все эти вещи в принципе я думаю что вы должны с господом сами это строить какой уровень соблюдения естественно для вас правильно для вас и это кстати не навсегда решается это в разные моменты может быть удивляться в большинстве вот но что очень важно действительно это не планировать на шабад никаких посетей не ходить по магазинам не хотеть не устраивать там стирки уборки и то есть это постараться передвинуть на течение дней для того чтобы шаббат у вас действительно днем святости днем покоя потому что у нас я когда-то слышал очень хороший семинар по этому поводу даже не связанный с шаббатом но идея очень правильная глава и предоставатель говорил что у нас все наши действия которые мы предоставим делятся на две категории есть вещи срочные есть вещи важные и если мы себе не отдаем отчет то мы всю жизнь занимаемся вещами срочными потому что вот сейчас вот нужно вот сейчас вот и вот мы постоянно вот здесь где находимся вот эти вещи которые вроде бы как бы не срочные но которые по-настоящему важны они откладываются и откладываются и откладываются вот а потом мы осознаем что вот это вот самое важное что мы должны были делать радио для чего мы вообще помещены в этот мир вот это вот как раз у нас не дошли руки до этого за всю жизнь так вот шаббат он существует именно для того чтобы освободить человека от всех срочных вещей и заставить его наконец задуматься о вещах в ад когда человек уже делает делает не не думает о том как его сделать а когда он немножко успокаивается и впервые задумывается а зачем я это делаю а зачем я совершал это действие а стоит ли а может я вообще не в том направлении двигаюсь в своей жизни а может стоит как-то изменить курс может как-то переоценить какие-то вещи может есть более ценные какие-то вещи которые у меня в субботу спускаться утекли значит надо значит с пятницы до субботы до вечера с вечера пятница до захода солнца опять до захода субботы значит ничего нельзя делать а куша тоже у меня потом нельзя мы же сказали что у нас там день есть только не готовить старайтесь не оставлять усугокоса на наши парки старайтесь приготовить заранее что у вас будет у нас 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 конкретику вы сами должны решить это ваше общение и с Богом вот но общий принцип я вам хочу дать чтобы вы понимаете постарайтесь сделать абсолютно все приложить все усилия для того чтобы у вас был душа у вас максимально как бы растащите растолкайте все ваши повседневные заботы на других вы в этот день могли общаться со своей семьей проводить время со своими друзьями проводить время со своими друзьями в общине чтение писания размышления можно делать какие то тематические шабаты сделали молитвы покушали потом покушали потом сделать какую то тему обслуживание обслуживание запас это то что я хочу то есть знаете у нас очень мало времени разбирать Библию все настолько что они связаны за делами что нет времени разобрать даже те местные писания которые я давал на Новый год я не думаю что каждый будет это разбирать не знаю было это очень правильно такое включение делать включение потом закрепить это что молитва ночной единственное ограничение чтобы не делать какое то очень тяжелое мрачное учение разбор наших грехов об обещаниях о завете Богом ну как именно да вот это очень важные темы это очень важные да очень светлые радостные ну мы много там темные темы очень мало разбираем они тоже нужны как и да вот 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 вот